Распоряжение о создании Черноморского филиала Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова было подписано мэром Москвы в феврале 1999 года. Базой для будущего вуза стали лазаревские казармы на корабельной стороне Севастополя. Их реконструкцией занялось строительное управление флота. Главный корпус севастопольского филиала распахнул двери в сентябре 2000-го. Сегодня на пяти факультетах учится свыше 700 студентов. Конкурс при поступлении высок – 8 человек на одно бюджетное место. С 20 июня у нас начинает работать приемная комиссия, по 10 июля принимаются документы. И все экзамены сдаются параллельно с Москвой в один и тот же день. С 10 июля по 26 июля проходят вступительные кампании, сдаются дополнительные вступительные испытания и при отсутствии ЕГЭ еще 300 дополнительных вступительных экзаменов. Обучение в филиале длится 4 года. Выпускникам присваивается степень бакалавра. Вуз готовит историков, филологов, журналистов, математиков, физиков, географов, психологов, управленцев. Студенты регулярно участвуют в международных семинарах и конференциях. Исследовательские труды и доклады публикуются в научных сборниках. В апреле будет крупнейший международный молодежный форум «Ломоносов». Это общероссийское мероприятие. Мы в Севастополе делаем площадку, в которой сотни участников принимают участие с докладами. Потом будет в марте Севастопольский молодежный медиафорум. В октябре будет фестиваль науки и в ноябре у нас будут лазаревские чтения тоже с молодежным участием. Студенты публикуются, попадают в сборники работ. На конференции обсудили актуальные проекты и задачи, которые сегодня ставит перед собой руководство филиала. Так в новом учебном году в УЗИ откроют магистратуру. Учебные планы разработали по четырем направлениям. Это направление – туризм, связи с общественностью и реклама, государственный аудит и четвертое направление – прикладные математика и физика. Эти направления подготовки мы планируем открыть в новом учебном году. Также в регионе планируют создать ряд новых методических центров, деловых клубов и экспертных сообществ. Участие в научной работе будут принимать специалисты и студенты. В чем наша роль еще в развитии регионов? Чтобы наши выпускники, которых мы готовим, готовим их по лучшим мировым стандартам, оставались здесь. Одна из задач нашей – это формировать вокруг филиала или вокруг правительства регионов, такие связи, экспертные сообщества, научно-методические центры, в которых студенты могли бы быть вовлечены уже на ранних этапах. У нас был заключен договор и создан научно-методический центр программного управления вместе с дирекцией по управлению федеральной целевой программой развития Севастополя и Крыма. Такой же центр, например, создан с департаментом, создается сейчас, архитектура и градостроительство. Говоря о предстоящих событиях, на лето намечено проведение мероприятий, посвященных Коду экологии. У нас есть большой лабораторный корпус, есть сейчас территория с причалом, то есть выход в акваторию, где мы планируем сделать такой кластер по наукам на Земле. Это морская гидрография, это исследования экологические, в том числе загрязнения бухт и прочее. В июне пройдет первый международный экологический форум «Крым-эколого-экономический регион пространства ноосферного развития». Планируется высокое представительство, в том числе федеральных министерств, органов власти, Крым, Севастополь. Будем обсуждать экологию Крыма в целом. Поддержку в УЗИ оказывают не только студентам, но и молодым бизнесменам. К примеру, для них работает школа стартапа, интенсивный курс по предпринимательству, мастер-классы, тренинги, презентации и лекции о том, как открыть собственное дело с нуля. 25 января в севастопольском филиале МГУ отметят День святой мученицы Татьяны, покровительницы студенчества. Празднования начнутся в 10 утра и продлятся до 19 часов. В программе – традиционный молебен, дегустация медовухи, приготовленный по секретному рецепту, и праздничный концерт. Анастасия Синица, Виталий Коломеец, информационный канал Севастополя.